В музее под открытым небом Санкт-Петербурге состоялся межвузовый студенческий культурно-исторический квест. Его организаторами стали межрегиональная общественная организация «Лига молодежи за счастливую Россию» совместно со студенческим советом Санкт-Петербурга. Поддержку мероприятию оказал Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии. В художественной галерее «Мастер» сегодня особо оживленно. И связано это не с открытием выставки живописцев, а с открытием культурно-исторического квеста. Десять команд из самых разных высших учебных заведений города на Неве сегодня будут через интерактивную игру познавать историю, культуру и традиции северной столицы. Участникам предстоит посетить тематические станции на исторических площадках города. Ребята будут бегать по разным станциям. Станции у нас находятся, кроме Казанского собора, в этнографическом музее. Ребята будут сопоставлять факты, связанные с этнографическими различными аспектами и народностями. То есть у них будут артефакты, они будут сопоставляться с народностями. Далее будут станции Русском музее, филармония, будут литературные музеи 20 век. Сейчас студенты знакомятся, проходят регистрацию и инструктаж. Капитаны команд изучают маршруты, по которому предстоит пройти пешком. Одна из станций – это Казанский кафедральный собор. Я думаю, для ребят это будет с прикосновением к какому-то новому миру для них. Конечно, это особая атмосфера, особый мир. И это живая история, к которой они прикоснутся. Я думаю, для многих, если не для большинства, это будет своеобразным таким духовным открытием. Участники квеста здесь, как и на других остановках, должны будут разгадать загадки и тайны истории, проявить свои знания и смекалку. Мы подготовили для ребят 10 вопросов. Они очень разные. И ребятам придется и побегать ногами, и подумать головой над поиском ответов, и мобилизовать все свои интеллектуальные ресурсы. Вопросы разные. Например, ответить, каково количество колонн в колоннаде собора, или найти определенную икону в соборе. Также есть вопросы по сугубо истории храма. Мой университет находится недалеко от Казанского собора. Сюда я, конечно, заходила, но столько интереса я не получила и не узнала о нем много информации, потому что я была одна, без экскурсоводов, и с помощью этого квеста я смогла узнать о нем что-то больше, посвятиться в его историю. По словам организаторов, это мероприятие нацелено не только на знакомство с историей и традициями Санкт-Петербурга, но и на развитие культурного и духовно-нравственного потенциала, формирование патриотизма и чувство сопричастности к своей родине у молодых людей. Субтитры создавал DimaTorzok